всем привет сегодня у нас на канале мотосибирь 55 видеообзор по квадроциклам средние кубатуры от 150 до 250 кубов но в частности больше мы обратим внимание на maverick 150 от motolando с вариаторным мотором четырехтактным 150 кубиков рабочий объем идет он как машинокомплект техника для только для пересеченной местности без регистрации не для дорог общего пользования вообще хотелось бы немножко пройти от самым папа самым популярным моделям именно motolando это вот обновленный вайл 125 имеет сумасшедшую популярность у детей дети очень любят очень нравится им эта моделька сейчас произошли обновления и две вещи здесь нужно подчеркнуть все-таки вернули обратно гидравлические передние тормоза огромное им спасибо за это и 2 есть очень важный момент по поводу посадили двигатель на подушки на соленблоки так скажем вот их видно вот такие вот четыре соленблока то есть мотор от рамы отделен соленблоками что гасит вибрацию мотора особенно когда даешь газ вибрация раньше распространялась по всей конструкции передавалась на руки теперь этого нет вот такой вот классный обновленный продукт что по старым классическим версиям 150 кубов 200 кубов л-роуд и 250 кубов на механики adventure это такие динозавры они уже существуют около 10 лет все время там что-то доделывается комплектовывается например раньше были простая оптика сейчас диодная не было например на двухсотки например радиатора масляного поставили радиатор и так далее но по существу это старая все эти модели это уже старая проверенная техника вот за что их и любят и покупают до сих пор но также в линейке есть и обновленной версии типа wild 200 которые более длинная база более мощным мотором идет очень-очень стала популярная моделька в 2019 году но это же она имеет свои небольшие как бы и минусы в том числе связаны он со спидометр этот датчик здесь стоит умный датчик и он часто у каждого 2 до 500 километров он отказывает перестает работать но комплектация очень богатая здесь два полноценных сидячих места широкие подножки мощный мотор всем рекомендуем но давайте рассмотрим все-таки маврик маврик 150 на 12 шинках 23 7 на 10 и 22 10 на 10 размер шин шина повышенной проходимости клиренс здесь самая низкая точка клиренса это 32 сантиметра очень большой проходимость очень хорошая будет у техники сзади как и у многих малобъемных квадроциклов сзади карандаш сплошной сплошная ось поэтому сзади крутятся постоянно два колеса высокий амортизатор всего лишь 15 градусов наклона усиленная цепь 520 устанавливается гидравлические задние передние тормоза вот так же бы отметил что здесь весьма слабый маятник вот мы его видим крепление маятника уши последних поколениях за последние годы усилили но соленблоки все равно слабенький комплектацию вернули счетчик моточасов потому что спидометра нет по масло по пробегу нужно как-то менять поэтому счетчик моточасов идет в базе защита рук ответок и тоже имеется и индикация переключения передач тоже есть вперед нейтральная задняя передача устанавливается все таки несмотря на то что бюджетный вариант металлический бак с алюминиевой крышкой хомут управления остался старым кнопка глушения переключения ближний дальний включение света электро стартер сигнала в комплекте нет ограничитель ручки газа имеется с топора типа ручник функции тоже есть в комплекте вот так выглядит ручка переключения передач здесь щуп и одновременно заливная горловина снизу слив масла масло здесь заливается как в редуктор коробку передач реверс правильно так скажем назовем и в мотор двигатель здесь стоит скутерный по существу только плюс к нему еще и реверс в одном едином лице моторе породнили их передние амортизаторы длинноходные амортизаторы очень давно выпускается это порядка лет на десяти часто выходят из строя если большая нагрузка идет на амортизатор либо с большой скоростью передвигайтесь по очень плохим дорогам вот амортизаторы дешевенькие и поэтому каждые два-три годика придется вам их менять и покупать если вы постоянно двигаетесь по пересеченной местности здесь раздельные соленблоки выпрессовываемые то есть рычаг не нужно покупать если разобьет соленблок и съемные шаровые вот их видно шаровые достаточно неплохие мощные вот потому что верхние шаровые это проблемы во всех фактических квадроциклах малообъемных их развивает в первую очередь мотор лифа стоит в вариаторе ремень powerlink очень долго служит поэтому по вариатору вообще и нареканий никаких нет только электро стартер кик стартера нет только заводите с кнопки альтернативной системой электро стартер здесь не предусмотрено кранчик установлен для того чтобы можно было спокойно закрывать бензин и запускать после долгой стоянкой чтобы не заливала не заливала цилиндропоршневую группу головку бензином потому что с бака здесь бензин бежит самотеком вот объемный фильтр стал посмотрите большая коробочка да может быть конечно по существу расположение многих деталей такие же как и было раньше но они все обновлены все немножко выведены на новый уровень то есть что дает поле стала техника более качественная сама по себе рама такая же порошковая под большую нагрузку она не годится указано что максимальная грузоподъемность 180 килограмм вот но это предельная грузоподъемность и не значит что вдвоем нужно лететь по кочкам аж подпрыгивать иначе ваша рама будет по швам пойдет все равно будете подваривать и так далее не рассчитано такие нагрузки вот такой вот аппарат из допов что например можно сравнить с л-роудом например нету дополнительно расширителей чтобы не закидывала вас грязи это отсутствует 150 ки а так очень сильно они между собой похожи но если еще не взять учет здесь фары подороже здесь диодная оптика идет но размером меньше ну и цветовая гамма по пластику немножко другая вот как-то так если есть какие-то вопросы или кто-то захочет приобрести для наших подписчиков дополнительная скидка минус 5000 рублей на данную продукцию отправим любой город в упаковке вот ссылка будет в описании по стоимости пишите ватсап вайбер звоните все объясню подскажу может быть захотите купить какую-то другую модельку не мото ленд или не maverick 150 может быть вайл 200 захотите или механику на 250 adventure тоже они есть наличие тоже отправляем в любой регион без проблем спасибо что были с нами всем всего доброго всем пока